уже передача случилось до этого на канале телеграм я выходил и рассказывал каким образом победить то что я назвал блэкаутом сознания то есть та программа именно программа которая накладывается сейчас на индивидуальности и двуногих то что люди называют мотнючим заболеваниям точнее одной из его чудесных модификаций дело началось с того что мне нужно было съездить в камбоджу но у творца на меня свои планы имеются в камбодже я в результате не попал потому что самолет из саванапума международный который в камбоджу летит улетел без меня то есть это в этот аэропорт прилетел из чанграя но успеть на другой пепелас который перевозит двуногие задницы из таиланда в камбоджу не случилось ну не случилось я особо и не расстроился значит думаю здесь есть какие-то занятные заботы которыми видимо мне тут нужно заняться и познакомиться с какими-то жизненными ситуация жизненная ситуация возникла да очень интересная и в первый вечер разумеется я поехал город нашел там отель остановился в самом центре этого отеля и решил пойти прогуляться вечером я люблю ходить на прогулки ну и пошел на прогулочку обнаружил очень большое количество нищих в центре города причем сначала я обратил внимание то что там приезжают более-менее богатые тайцы привозят еду этим нищим которые валяются и там и здесь потом начал приглядываться этим нищим в силу того что нищим то в таиланде быть вовсе не обязательно огромное огромное количество храмов позволяют любому человеку нуждающемуся прийти в храм побыть монахом получить кровь еду конечно нужно определенные там молебны совершать правила исполнять быть чистым опрятным не гадить и не бухать еще каких-то вещей не делать которые не соотносятся с монашеством да можно прийти на недельку можно прийти на месячишка можно прийти на подольше я посмотрел на этих людей инвалидов среди них практически нет я пришел к пониманию того что это лоботрясы бездельники тунеядцы паразиты и лоботрясы которые совершенно ничего не хотят делать они не хотят работать работа в таиланде вполне достаточно может быть не за те деньги за которые там среднестатистический тайт хочет работать за 300 бат там не каждый таец хочет работу на 300 бат они лучше ничего не делать на севере до работают за 300 бат за 400 бат с удовольствием работают за 500 прям в припрыжку можно сказать работы поэтому за какие-то меньшие денежки вот люди говорят дайте его в жопу с вашими там работами какими-то я лучше вот мне подадут там банан бросит я пойду там банан сорву на дереве там съем жилье мне не нужно и на парапетике посплю и вообще очень удобно быть паразитом поэтому оглядев всю вот эту шобу которая там тараканник так называемый я понял что в этом тараканнике больных людей практически нету большинство всех людей здоровые просто не хотят ничего делать они хотят быть паразитами за счет других поэтому исходя из всего увиденного возникло такое дополнительное ощущение относительно правильности всего происходящего сейчас потому что индивидуумы которые хотят жить пускай даже не очень жирно но за счет других людей и при этом совершенно ничего не делать но наверное для них самое оптимальное решение это сдохнуть не мне конечно судить об этом жизнь сама распорядиться кому как зачем и почему ходил ходил смотрел смотрел думаю ладно какая-то еще шоу программа наверное интересная меня тут поджидает ну так и случилось замечательная шоу программа это специальная программа которую распыляют макал сначала накладывают на специальные жидкости и частицы в общественных местах в том числе там аэропорты в том числе торговые центры а затем распыляют то есть как бы вроде как в пользу всем тем кто там ходит бродит в этих торговых центрах и всем остальным под благим предлогом вы знаете что предлоги у нас бывают очень благие очень правильные самые главные самые благие предлоги чтобы все были очень-очень-очень здоровыми чтобы все были очень-очень-очень не больными вот для этого собственно и распыляют я так понимаю что там эта система уже автоматически настроена на вентиляционные системы различных торговых центров и других организаций мест скоплений народа поэтому наши дорогие друзья могут дистанционно регулировать степень степень защищаемости граждан в разных местах нажал на кнопку 1 вино в любом количестве нажал на кнопку 2 сосиски с колбасой нажал на кнопки раз-два-три ты уже косой как в той песенке да ну то есть глобалистики сидят там на кнопочке нажимаю мы вот хотим чтобы у нас вот вот показатели вот такие были замечательные по по здоровью нации вот в этом регионе хлоп кнопочку нажали и показатели уже те которые нужны хорошо здорово автоматика однако все скоро искусственная интеллекта сможет регулировать сама безо всякого человеческого фактора дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание ну в общем смысл в том что я свои дела поделал там и видимо где то вот эта программу лика на меня самым активным образом наложилось для того чтобы мне проверить и рассказать вам сейчас о том каким образом во первых что это такое во вторых как это излечить в течение буквально трех дней полностью ощущение конечно просто фантастически представьте себе что за два часа ваш аккумулятор вот у нас же есть аккумулятор в нашем теле да мы же электрические устройства представьте что его закоротили и у вас в течение двух часов энергия кончилась практически полностью осталось только на резервной батареечке маленькой старые добрые времена когда бы телефоны были еще старые батарейка садилась я думаю многие из вас обращали внимание как начинает моргать дисплей то есть он как бы вот вроде как загорается потом хлоп опять выключается загорается выключается загорается выключается на старых телефонах когда батарейки садятся старых телефон вот точно так же в уме у человека начинает садиться энергия и она садится настолько что вы не в состоянии не пошевельнуть ни ногой ни рукой ни пальцем ни слова сказать у вас просто в сознании флэш такое случается то есть вы вроде как очнулись и после этого опять погружаетесь в состояние стендбай да то есть не жив не мертв какой-то совершенно промежуточно дурацкое состояние опять раз опять вспышка сознания случилось потом опять опять вспышка сознания опять вот как дисплей загорается гаснет загорается гаснет вы не можете понять сколько же времени прошло сколько веков уже прошло со всем вот этим потому что ощущение времени меняется вы не в состоянии понять в каком временном кластере вы находитесь что вообще происходит то есть это похоже это вообще непонятно на что похоже и не совершенно не ясно как каким образом это вообще все можно описать то есть первая ночь она длится невероятно долго просыпка вот очнулся в этом состоянии на часы так взгляд перевел 101 отрубился думаешь а часа три наверно прошло с того момента как отрубился открываешь глаза один час ноль два с две минуты и эта ночь она никак не заканчивается и она просто невозможно говеная вот этого состояния невозможно паршивая тем не менее все рано или поздно заканчивается это состояние заканчивается тоже следующим этапом начинаются ломки суставов на следующую ночь температура держится буквально 39 и 8 39 и 9 40 39 и 5 все время держится настолько высокая температура хорошо что боженька позаботился и он меня привел в потае сереже и поле которые меня заботливо разместили в одной своей очень комфортной комнате квартире съездили купили все что необходимо я еще понял что будет веселье такое занятное происходить думаю надо заехать в аптеку еще когда он терял окончательную энергию но еще в состоянии был чего-то там приобрести попросил юлю чтобы выслал акендан 2 в адрес сереже и воли и также понадобятся следующие препараты которые необходимо иметь дома для того чтобы достаточно быстро восстановиться если такое состояние вас постигнет вы будете знать что нужно использовать сейчас я продиктую берите там ручки записывайте или переслушиваете видео потом для того чтобы вы знали в какой последовательности и что необходимо желательно конечно иметь дома кендан 2 и если такое состояние есть сразу четыре ампулы в ягодицу не отходя от кассы прям сразу закатывая эти четыре ампулы это 8 миллилитров в одной ягодицу на следующий день сразу вторую как проснулись у меня не было когда мы потом приехал ну да ладно что понадобится андрографис метельчатый экстракт у меня он нашелся в капсулах компании herbal one воли там был принимать нужно по 6 капсул каждые четыре часа затем полчаса проходит 6 капсул баррапет киноспора сердцелистная она же баррапет это киноспора сердцелистная по 4 капсул не по 4 по 6 по 6 капсул 6 андрографиса через где-то минут 20-30 шести на споры сердцелистные так каждые 4 часа заглатываем запиваем все это дело большим количеством лимонной воды также можно использовать гибискус желательно в холодном виде чтобы давление не повышалось далее помимо всего прочего есть два антипиротик один из антипиротиков называется five root 5 корней компании каулау каукло и у компании каукло уже многие из вас знают есть прекрасный препарат он так и называется антипиротик но это два разных антипиротик и они по-разному воздействует принимать их нужно совместно две таблетки одного смешиваем с двумя таблетками второго запиваю первые два дня желательно сильно не сбивать температуру пускай будет в районе 38 с лишним ничего страшного не произойдет просто если выше полезно от 40 ну тогда вот две капсулы 1 2 капсулы 2 а дальше уже необходимо принимать его по 5 капсул 1 5 таблеток они в таблетки прессованы 5 таблеток 1 5 таблеток 2 и соответственно забрасываетесь каждые там 45 часов будут еще стадии когда вам очень неприятно повышенная чувствительность нервных окончаний после этого скорее всего вылезет герпес если вы изначально вместе с эндрографисом начнете принимать кликантус а кликантус в капсулах тоже есть то никакого герпеса не будет даже близко мне к сожалению не было я вообще герпесом никогда не страдал но по всей видимости в этом чудесном пакете в распылительном пакете присутствовало и одно и второе ну так чтобы не скучно было это основные препараты про которые я вам сказал как питаться при этом исключительно монопитание растительная не обратно термически не обработанная пища монопитание и мед то есть один тип фруктов каждый день соответствующие дни или овощей и мед все больше ничего не надо добавлять и как можно больше жидкости пьем и все что необходимо для того чтобы выйти из этого совершенно замечательного состояния потом уже на третий день можно добавить куркума яванская кумак сантуриза вот ее желательно добавить и тоже через каждые шесть часов пробить по 6 капсул таким образом вы достаточно быстро выйдете из этого очень неприятного физиологического состояния всех вас обнимаю дорогие друзья всех вас люблю все мы тут с одной целью появились в этом мире немножко повеселиться ты слава богу чё улыбнемся друг другу так сказать мы улыбаемся друг другу день задался не зря значит прожит уже не зря если мы хотя бы сами улыбнулись разучек и кто-то улыбнулся вокруг нас разучек уже значит не зря до новых встреч дорогие друзья пока здравия тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание